В зале городского центра «Досуга» собрались более 400 сотрудников коммунальных служб города, комбината коммунального предприятия, службы благоустройства, управляющей компанией «Сайс-Сервис». Глава города Андрей Шубин определил две темы для обсуждения – работа регионального проекта «Комфортная городская среда» и разработка стратегии социально-экономического развития Десногорска на период 2030 года. Для работников коммунальных служб – тема благоустройства, сфера ежедневного труда. Именно их руками каждый день создается комфортная городская среда. Труд ваш, он довольно-таки, ну может где-то неблагодарный, но тем не менее он нужный. И без всего нашего большого коллектива, если вот так представить, что и подумать, что завтра не будет МОПа, не будет служб благоустройства, не будет городского лесничества, что может наступить в нашем городе? Коллапс. А так как коллапсу у нас с вами нет, мы все с вами понимаем четко, что мы хотим видеть, куда мы идем. Поэтому, начиная от генерального директора, от заместителей, ну и, соответственно, начальники отдела и до простых рабочих, мы с вами ежедневным своим трудом делаем результат для нашего любимого города. Андрей Николаевич сообщил, что в 2018 году Десногорск примет участие в областном проекте «Комфортная городская среда». Для этого среди десногорцев провели голосование на информационных площадках администрации в социальных сетях. В голосовании приняли участие более 15 тысяч горожан. Лидируют две общественные территории. Десногорцы отдали предпочтение благоустройству парковой зоны во втором микрорайоне и реконструкции фонтана в центре города. Также обсуждали активность горожан. В этом году с инициативой в администрацию обратились активисты дома номер один первого микрорайона и номер один второго микрорайона. Их инициативу одобрила общественная комиссия по оценке проектов благоустройства. Работники коммунальных служб активно обсуждали эти начинания, так как их работа напрямую зависит от активности горожан в этом направлении. Только активные люди могут сохранять в целости то, что делается для них совместными усилиями.